Так, продолжая тему покупок магазинов в Спортмастере, хочу вам показать еще несколько товаров, которые были приобретены в этом магазине. Ну, первое, конечно, это фонари на Ниппеле. Дело в том, что я свой велосипед несколько дней оставляла на парковке, затем около магазина Пятерочка. И люди, я не знаю, кто эти люди, но они сняли у меня огоньки. Огоньки у меня были не такие, они были более презентабельные, дорогие относительно, ну, понятно, что дороже, чем вот эти. И их кто-то снял с моих Ниппелей, причем не совсем понятно, где именно их сняли, потому что заметно было не сразу, но есть вероятность, что все-таки это было около магазина Пятерочка. Также не так давно у меня сняли с велосипеда два передних фонаря, которые стоят в Спортмастере всего лишь 200 рублей. Ну, конечно, надеюсь, что этим людям кто-нибудь может объяснить, да, что зачем красть то, что на чужом велосипеде стоит копейки все-таки, там, ну, 200 рублей. И люди, может быть, осознают, что это практически, да, фонари такие, они некачественные, то есть они просто бюджетного формата, но при этом люди посчитали нужным и просто сперли. У меня два фонарика с велика, ну, плюс, соответственно, Ниппели. Ну, надеюсь, что этим людям вернется все вдвойне в ближайшее время, и у них кто-нибудь тоже что-нибудь украдет. Ну, уже не фонарики на Ниппеле или передние фонарики, ну, а что-нибудь покрупнее. И давайте посмотрим. Ну, первое, что, конечно, мне пришлось купить, на всякий случай запасные. В прошлом году я вам показывала, что я покупала на сайте Алиэкспресс фонарики на Ниппеле. У меня их пришло две пары, так вот, одни из них у меня украли, и вторые я сейчас одела. Вторая пара, вот эту вот я заказала на всякий случай, если те тоже у меня снимут с велосипеда. Дело в том, что у меня впереди готовится поездка, и мне обязательно нужно, чтобы все было снаряжение полностью экипировано, иначе у меня могут возникнуть проблемы просто в стране, собственно говоря, куда я планирую ехать. Конечно же, здесь 149 рублей стоят вот эти фонарики на Ниппеле. И я, честно, не могу понять, вот почему люди, то есть чем они думают. Они просто снимают, понимаете, с велосипеда вот эти фонарики, которые стоят 150 рублей в магазине. Ну, это просто вот кощунство. Мне кажется, это настолько низко, что даже я не могу назвать этих людей людьми, потому что это просто низость. Я понимаю, если это дети сняли, да, там я ещё могу понять. И, в принципе, с одной стороны, ну и сняли бы дети, да, там пусть они ездят, катаются. С другой стороны, что-то тоже неправильно, и как-то всё это очень странно выглядит. Ну да ладно. Короче говоря, фонарики. Следующая покупка, которую я вам пока сейчас только издали покажу, распаковывать не буду. Это чехолный велосипед. Мы его обязательно с вами посмотрим в один из выходных дней полностью, когда распакую его на улице и уберу свой велосипед, соответственно, в этот чехол. На данный момент мой велосипед находится в сервисе. Его должны подготовить полностью к поездке. И, собственно говоря, я вам тоже полностью потом всё покажу. Так, ну и начнём. Я просто издали вам покажу. Чехол сам стоил 1399 рублей. У меня там были какие-то баллы. В общем, мне его списали. Это из прошлого сезона. Я вам только расскажу про размеры данного чехла. Надеюсь, здесь есть они. Нет, похоже, нет. Сейчас мы с вами глянем. Собственно говоря... Нет, здесь просто написано, что сделано это в Китае. Ну, понятно, я думаю, что такой же чехол вполне можно купить на Алиэкспрессе спокойно и не париться. Но мне нужен был он срочно, поэтому времени у меня не было, чтобы ждать. Ну, чехол я вам расскажу, покажу попозже. Он сделан вот из такого брезентной ткани, непромокаемый. Здесь есть даже подвязки, в общем, на которые он крепится. Даже есть ручка, за которую можно взять и нести велосипед. То есть это будет очень удачно. Но я вам расскажу обязательно чуть попозже. Ну и также купила в магазине Спортмастер очищающие салфетки для обуви. Снимает пятна, пыль, следы от реагентов и бактерий с вашей обуви. Я, честно говоря, не пробовала. Еще здесь всего 15 штук. Хочу протестировать на своих найковских кроссовках. Цена, кстати, их 69 рублей по цене магазина. Ну и здесь можно их очищать изделия из кожи, пластика, резины и текстиля. Так что это вполне подойдут. Но я надеюсь, что не покрасят мои кроссовочки розовые. И, в общем-то, ничего с ними не случится. Вот. Также у меня еще были покупки из этого магазина. Я их в видео показывать сейчас не буду. Ну и, собственно, осталось мне только купить еще передний фонарь, который у меня сперли. Ну, по-другому я это никак уже и назвать не могу. Так что, ребята, готовьтесь к велосезону заранее. Покупайте надежные замки. Старайтесь все-таки убирать с велосипедов по возможности всякие. Либо закручивать очень хорошо фонарики, если они у вас достаточно небюджетного формата. И который крепится достаточно серьезно на велосипед. Потому что, видите, пока вы отсутствуете в магазине. Или просто оставили его на парковке. Причем парковка была охраняемая. Ну, там не совсем понятно, где именно сняли. Ну, тут уже тоже вопрос есть к охране, которая, в общем-то, в ночную смену работает на парковке. То есть, если подходит спокойно к велосипеду, значит и к машине, скорее всего, могут подойти и поцарапать. Получается, что так. Ну, что ж, это были вот мои покупочки такие с комментариями недоброжелательными. Но в адрес воришек, конечно же. Но покупки очень важные. Обязательно чехол мы с вами посмотрим на улице. Я думаю, что может быть даже на следующих выходных. Как только велосипед я получу обратно из сервиса, мы обязательно его с вами протестируем, упакуем и даже попробуем поднять. Ну, что ж, всем отличных выходных. Всем пока-пока. Продолжение следует...